Более 30 представителей различных профессий и сфер деятельности Вологодщины в преддверии Дня флага получили награды на торжественной церемонии в стенах Дома губернатора. Глава региона отметил поступок вологжан, спасших троих тонущих рыбаков. Сергей Куликов и Александр Максимов предотвратили трагедию в начале июня на Кубинском озере. Рыбачили обычно, и получилось так, что волна небольшая была. Рыбачки, они очень трезвые, попросили прикуриться. В общем, как бы трансом, кормой стали к волне, волна нахлестала лодку, лодка потихонечку стала тонуть. Но мы уже в этот момент отошли от них, когда у них все это произошло. Увидели, метров 300 отошли, увидели, что дело-то пахнет керосином. И решили, развернулись и поехали спасать их. Также на торжественной церемонии вручили дипломы и почётные знаки лауреатов государственной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства. Награды получили творческие группы Камерного драматического театра и Детского музыкального театра. В прошлом году коллективам присудили государственные премии за создание уникальных постановок. Мы пришли творческой группой проекта, который называется «Зонг опера. Альпийская баллада по одноименной повести писателя-фронтовика Василия Быкова». Это история побега двух узников фашистского концлагеря. Три дня их свободы, любви, подвига. Впервые, я думаю, в мире был сделан такой вариант этой повести. Рок-музыка, живой звук, поющие актёры. Ну и страшная и прекрасная история любви. Поощрение и награды получили работники промышленных предприятий, металлурги, химики, строители, работники лесного комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения. Шестерых вологжан отметили почётными званиями Российской Федерации. Пополнились ряды заслуженных артистов, работников сельского хозяйства, лесоводов, строителей и химиков. Сегодня очень радостно, когда в этом зале я вручал государственные награды, жал руки лучшим людям, героям, которые добились высочайших результатов в своей профессиональной деятельности. Для кого-то это награды первые, это только старт карьеры, для кого-то это награды уже не первые, которые уже получали награды и из рук президента, и из рук губернатора, мэров городов. Но это, поверьте, это высочайшая ваша, лично ваша заслуга. Добавим, что день флага в России отметят 22 августа. Екатерина Шабалова по материалам пресс-службы губернатора Вологодской области.